Друзья, привет! Я Александр Беляк, и в рамках нашего проекта «Прибываем в слове вместе» мы продолжаем читать книгу Библии. Сейчас мы с вами находимся в пророческих книгах, в данном случае в книге пророка Осии, и сегодня у нас с вами четвертая и пятая главы. Прежде чем мы перейдем с вами непосредственно к чтению этих глав, я хотел бы напомнить вам то основание из пяти пунктов, которое помогает нам лучше понять пророческие книги. В описании под этим видео, как и под другими видео, всегда есть ссылочка на этот выпуск, который назывался «Пять ключей к пониманию пророков». Поэтому, если вы забываете или теряетесь, и вам не очень понятно, возможно, вам просто стоит еще раз повторить вот эти пять ключей. Ну, а я сейчас вам быстренько их напомню. Прежде всего, всегда нужно иметь в виду, друзья, исторический контекст. И в данном случае Осия жил и служил в Северном царстве Израиля. И хотя его пророчества также затрагивали и Южное царство, а мы помним, что в это время Израиль уже был разделен на Северное и на Южное, то все равно он жил в Северном, но пророчествовал и для Северного, и для Южного. О ситуации в дни пророка Осии вы можете прочитать в 4 книге «Царств» с 14 по 20 главу или во 2 книге «Паралипоминон» с 26 по 32 главу. То есть, прочитав вот эти исторические книги или вот эти разделы, вы сможете еще лучше понять, в каких условиях служил пророк Осия. Итак, первое – это первый ключ, да, это исторический контекст. Второй ключ, который всегда нужно иметь в виду – это Царство Божье. Царство Божье – это центральная тема всей Библии, и его нужно всегда иметь в виду, потому что о нем знали и через призму этого мировоззрения писали все свои книги, авторы писания, как Ветхого Завета, так и Нового Завета. В чем же эта идея Царства? Бог сотворил мир, и все, что в нем, с одной целью – это его слава. Он решил, что наш сотворенный мир будет тем местом, где он позволит злу восстать, чтобы потом его разрушить, и таким образом Бог явит свою славу и примет поклонение от своего творения. Он решил, что основным средством достижения этого будет человек. Эту историю и пришел завершить Иисус Христос. Иисус важен не только потому, что Он спас нас от наших личных грехов, Он пришел для большего полностью решить проблему зла. Итак, нам с вами повезло, потому что мы являемся частью работы Бога. И мы призваны разделить с Ним и труд спасения, и разделим также успех Иисуса, когда Он восстановит полностью этот мир. Это второй ключик – Царство Божье. Третьим ключом является понимание Мессии. В определенное время должен прийти Спаситель. Вот об этом говорят и все пророческие книги, и вообще об этом говорит вся Библия, начиная с третьей главы книги Бытия, там, где пришло грехопадение, где зло вошло в этот мир. Итак, Спаситель должен прийти, Царь, который установит свое Царство и уничтожит всякое зло. И мы знаем, это Иисус Христос. Он пришел первый раз для того, чтобы взять власть в этом мире и победить дьявола своим воскресением, своей смертью решить проблему грехов, своим воскресением взять в свои руки победу и власть в этом мире. И он вернется второй раз, чтобы уже справедливо наказать, осудить и уничтожить всякое зло. Итак, третий ключ – это Мессия. Четвертый ключ – это Заветы. И Заветы – это то, что регламентирует взаимоотношения Бога с Его народом. Пророки всегда пророчествовали в рамках заветных отношений, потому что Бог дал Завет, как условия, на основании которых Он взаимодействует со своим народом. И мы считаем в Ветхом Завете, что в Завете или в Законе были даны благословения за послушание и проклятие за непослушание. Кстати, в Новом Завете, который, конечно же, существенно отличается от Ветхого и является лучшим, как говорит Писание, с лучшими обетованиями, тоже есть условия для того, чтобы получать благо, для того, чтобы переживать благословение. Этим условием является вера в Иисуса Христа. Ну а искренность нашей веры подтверждается тем, что мы следуем за нашим Господом. Ну и конец пятый ключик, который всегда нужно иметь в виду – это три группы людей. Очень часто мы разделяем людей на две группы – верующие и неверующие, но пророки так не делали. Если мы будем постоянно иметь в виду то, что пророки видели три группы людей, тогда нам будет понятней и пророчества, которых мы читаем, и также для некоторых людей сложные тексты в Новом Завете в том числе. Итак, какие это три группы людей? Ну, конечно же, прежде всего, в Ветхом Завете это язычники или мы сегодня сказали бы все неверующие, все, кто не является христианами. Это первая группа людей, то есть те люди, у которых нет личных отношений с Богом. Следующая категория людей – это народ Завета. Сюда входят все верующие, кто декларирует себя верующим. В Ветхом Завете народом Завета был весь народ израильский, и это был национальный Завет. В Новом Завете это вся церковь Иисуса Христа. Вот буквально каждый, кто заявляет о себе, что он верует в Иисуса Христа, ну и, соответственно, декларирует какие-то элементарные, что ли, исповедания веры. Но третья группа людей – это настоящие верующие, потому что, как в Ветхом Завете, в рамках народа Завета были и верующие, и неверующие. Точно так же и в современной, видимой церкви, в каждой поместной церкви присутствуют люди, которые по-настоящему верят, и люди, которые временно или случайно попали в церковь, и они здесь побудут, но так и не обретут своих личных отношений. И именно вот к такой категории людей, которые декларируют, что они верующие, но верующими по-настоящему не являются, очень часто пророки и обращаются, они стараются обратить их, этот народ Завета, чтобы они по-настоящему поверили Богу и отказались от всех тех идолов, которым они следовали раньше и продолжают следовать сейчас. Ну и в конечном итоге послания пророков являются ободрением для настоящих верующих и дают надежду на то, что Бог все контролирует и все приведет к своему идеальному порядку, а для неверующих, неверующих в рамках Завета, эти послания, конечно же, несут осуждение, и одни радуются, когда слышат Божьи пророческие послания, в то время, как неверующие люди, которые слушают проповеди, но они не хотят изменяться своими сердцами, возможно, даже в какие-то моменты раздражаются, потому что это не то, что они хотели бы слышать, они хотели бы свои цели преследовать за счет Господа. В общем, эти три категории людей были тогда и есть сегодня. Итак, эти пять ключей. Исторический контекст, Царство Божье, Мессия, Заветы и три группы людей. Четвертая глава начинает раздел, в котором детально разбирается грех Израиля, причиной которого был недостаток знания Бога и Писания. Давайте прочитаем первый стих этой четвертой главы. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Ни их искренности, ни в словах, ни в действиях. Нет милосердия к ближним. И нет богопознания. Из-за этого наказание постигнет всю землю, ибо грех разрушает все живое и творение, и природу. Пытаясь оправдаться и не признавать своих злодеяний, народ спорил и заявлял о невиновности. Но люди добровольно отвергали истину Божию, даваемую им через пророков и его записанное слово. Итак, причиной погибели стал недостаток ведения, то есть недостаток знания о Боге. Вместо того, чтобы вникать в Божье слово, размышлять о нем и применять его у народа, по всей видимости, было свое представление, которое никак не соответствовало воле Божьей. Особую ответственность в этом отступлении и падении несут священники, ведь они ответственны за духовное воспитание народа. Они будут, пророк говорит, отвергнуты, отстранены от священодействия перед Богом. Он забудет их детей, что говорит о прерванной линии священства. За жадность и лицемерие, говорит Господь, им будет воздано по делам их. Те, кто оставили истинное служение Богу в алчности своей, не будут насыщены и в результате впадут в духовный блуд. Интересно, что совершая свое духовное блудодеяние, народ продолжал говорить языком религии. Хотя стремления для истинного поклонения не было, они продолжали повторять. Жив Господь. Поэтому в 15 стихе Бог говорит, не говорите, жив Господь. То есть это вам не поможет. В общем, не все, кто использует язык Библии, являются истинными верующими и истинными проповедниками слова. Поэтому, друзья, внимательно слушайте, что вам говорят, но проверяйте все на основании слова Божьего. В этом случае мне вспоминаются слова, которые записаны во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, во втором стихе апостол Павел говорит следующее. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. То есть не спешите, вот это вот интересно, колебаться умом. То есть не все то, что изначально выглядит и звучит красиво, при дальнейшем рассмотрении и присверении его со Словом Божьим, оно действительно является истиной. Не спешите колебаться умом. Не спешите следовать за всяким учением, которое говорит, что оно христианское. Если в главе 4 Божий суд был направлен на Израиль, то в этой 5 главе объектом обвинения становится наряду с Израилем и Иудея. То есть пророк здесь обращается и к Северному, и к Южному царству. Осия обращается здесь к священникам, народу и царскому дому. Израиль глубоко погряз в своих блудодеяниях, и его дела и гордыня свидетельствуют сами за себя. И хотя они все еще продолжают приносить жертвы и праздновать религиозные праздники, это уже не приносило небесного благоволения, а только навлекали они Божий суд. Стих 6 говорит, Бог удалился от них, поэтому новый месяц поест их с их имуществом. То есть, ну вот такое вот не очень хорошее предсказание будущего. Десятый стих говорит о нарушении завета. А ведь вы помните, что именно это регламентировало взаимоотношения Бога с его народом. Божий закон запрещал передвигать межу соседа. Это приравнивалось к краже земли. Хотя в древнем мире легко было передвинуть, ну как мы сегодня бы сказали, забор соседский. Потому что часто даже забора не было, а просто были ориентиры в виде камней. То есть, в общем-то, любой ночью мог бы прийти и камень немножко сдвинуть в сторону. И Бог это запрещал, это была кража. Не передвигай. Но здесь еще все хуже. Израильские вожди передвигали духовные границы, установленные Богом. Кстати, надежда появляется в 13 стихе, и мы читаем. И увидел Ефрем болезни свою, это Израиль Ефрем, а Иуда свою рану, это об Иудее. Другими словами, Божий народ осознает свою и военную, и политическую слабость. То есть, они видят, что есть болезни на теле. Но все равно они не идут к Богу, а возлагают свои надежды на более могущественных царей языческих. То есть, осознание проблемы само по себе не дает еще решения. Покаяние, о котором учит Библия, это не просто признание вины и даже не просто сожаление о грехе. Это покаяние и обращение к Богу и Его Слово. В противном случае, Бог делает слабым и то, на что человек надеется. Ну, например, деньги. Когда человек возлагает упование на деньги, то приходят такие обстоятельства, когда деньги помочь не могут. И если один человек, он надеется на другого человека и возлагает на него все упование, даже если это проповедник или это кто-то из духовных лидеров, но если даже духовный лидер, он становится идолом, человек перестает получать уже ответы. Почему? Потому что Бог все равно своей славы никому не отдает. То же относится и к церкви. То есть наше упование должно быть на Иисуса Христа, на Божье Слово. Все остальное это инструменты, которые использует Бог. И истинный верующий человек, он видит, что эти инструменты, они несут ему благословения, за которыми стоит непосредственно даятель этих благословений. Если мы так понимаем, если мы все время видим за эти инструменты, просматриваем немножко глубже, то тогда мы будем получать намного больше благ. Почему? Потому что Богу не нужно будет лишать нас этих благ, чтобы разрушать идолопоклонство в наших жизнях. В заключении хочется только пожелать, чтобы вы верили в Иисуса Христа, чтобы вы следовали за Божьим Словом, чтобы вы любили Божью Церковь, Божий народ. И тогда все у нас будет правильно, хорошо, и мы будем переживать много благословений в нашей жизни. Пока.